сейчас выступит анна шагина директор по коммуникациям российского квантового центра расскажет о том что вообще андрей на самом деле сказал что могу просто выйти в красивом бирзовом костюме ничего не говорить да я все таки попробую сказать что-то интересное мне зовут анна шенгина я директор по коммуникациям российского квантового центра мы молодая научная организация которая занимает который занимается исследованием в области квантовых технологий и достаточно короткая презентация потому что андрей сказал что будет очень мало времени и назвала я ее пиар науки больше чем пиар потому что действительно я считаю что отличие от других областей пиар науки несет себе такую очень важную задачу как просвещение и здесь очень много спикеров уже говорили про то что очень много сложностей связанных с пиаром в науке да и я особо особенно это ощутил когда пришла четыре года назад в этот проект да и он начинался с нуля это естественно сложные слова который говорил да илья билов это сложные спикеры профессора которые не всегда готовы идти на контакт прессы потому что в общем они не понимают на самом деле для чего им это нужно это сложные темы про которые мало кто умеет писать простым языком да ну вот андрей коняев меня поддержит да он умеет он делал замечательные материалы и сейчас продолжает это делать вот но радует что в мире все таки есть потрясающие примеры того как можно пиарить науку глобально красиво и я бы хотела немножко рассказать про это да но я собрала здесь наверное самые популярные самые раскрученные примеры того как можно пиарить науку да то есть это проект полет кофе центра да это создание открытого искусственного интеллекта это проект лайка до который прогремел там во всех самых крутых сми до мира это полет заселения марса илона маска открытие базовых икса про которым здесь очень много говорили ну и конечно квантовый компьютер это наша любимая тема где только не было квантовый компьютер на каких только обложках он не был до включая журнал time интересный тот факт что эксперты относятся к этой теме очень скептически да то есть например наши профессора которые работают в этой области считают что данный компьютер не совсем является квантовым но при этом в мире новости о том что девайв купил квантовый компьютер она облетела все полушария да и сейчас если например спросить кого-то про квантовый компьютер все естественно скажут что да мы это слышали но и потом как алена брант рассказывалось если спросить дальше соответственно что это такое для чего нужен тут уже соответственно будет сложнее ответить на мой взгляд очень важно то что научились делать мире это что не умеет пока делать мы в должном количестве да конечно исключая всех спикеров которые сидят здесь потому что это лучшие представители популяризации популяризаторов науки здорово быть здорово быть среди них да и тему-то учиться это естественно использование современных инструментов да вот здесь я показала например одни самых популярных и наших любимых аккаунтов в социальных сетях да это наш любимый образовач это american physical society да где 200 тысяч подписчиков и скромно вы да вот и например российской академии на у меня таких прекрасных картинок как у лены брант да но вот есть цифра например 733 подписчика да и новости которые связаны в основном с тем кто кого назначил кто кого уволил и в общем ничего интересного да а здорово что есть у кого учиться и классно когда сложную науку пытаются объяснить помощью каких-то смешных забавных картинок да там проект всех плюс 1 да вот статами да это очень тоже все здорово это доступно и молодежь что очень увлекает немножко расскажу про нас да я уже упомянула что мы очень молодые но нам повезло что в органах управления у нас собрались одни из ведущих физиков в мире которые работают купечных исследовательских институтах мира да у нас два нобелевских лауреата и мы мы стараемся очень использовать всяческие форматы для того чтобы популяризировать квантовую физику мы участвуем практически во всех общественных мероприятиях которые тем или иным образом касаются темы технологии науки пытаемся встраиваться в существующие форматы мы пытаемся присутствовать во всех видах сми да то есть это начиная от глубоко научность заканчивая там журналом man self где наши научные сотрудники рассказывают как они похудели на 30 килограмм да тем самым привлекать разную аудиторию вовлекать ее в эту интересную очень полезную и как я уже говорил в самом начале просветительскую да историю когда я пришла только работать этот проект и у нас там мы были абсолютным нулем в информационном пространстве да казалось что в общем все достаточно 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 сложно непонятно и да и грустно на самом деле не все так грустно потому что там спустя некоторое время наших активностей журналисты сами стали выходить на нас мы стали просить комментарии появлялись на обложках разных журналов у нас были статьи там форбсе да то есть тех изданиях которых наверно сложно представить что-то про науку но мы стараемся появляться там мы были в новостях на первом канале причем там это была история связана с девятью часами съемки она получился очень красивый и хороший сюжет рассказывающий про то чем занимаются в современных лабораториях в россии да мы стараемся организовывать свои собственные мероприятия каждые два года мы проводим международную конференцию по квантным технологиям куда приезжать больше сотни ученых из большого количества стран мира мы переводим книжки по научной философии на русский язык и издаем их в россии и дарим да мы участвуем в разного рода ярмарках вакансий молодежных мероприятиях проводим экскурсии бесплатные да вот наши лаборатории так что если вы будете в москве то будет желание пожалуйста приезжайте у нас восемь лабораторий пять из которых мы построили буквально с нуля несколько лет назад вот все что я хотел рассказать да спасибо вам большое за внимание спасибо